Скоро будет у нас начинаться второй тайм. Счет 9-3 в пользу СЛК. Днепр последует с разницей в 6 мячей. Даже не совсем. Это, конечно, для них комфортабельно. Хотя в прошлом туре они, серьезно уступая Спартаку, почти смогли сделать контакт. Ну да. Так, сейчас разыгрывать. И начинается второй тайм. Перенос. Варьба в центре поля. Хотя счет тому не способствует. Удар. Нет, был кибер спасает. Главой будет подавать сейчас в Неприяне. СЛК выиграют у нас 9-3, напоминаем мы. Удача удар и блокирует попадать своего игрока. Поэтому совсем удачно, наверное. Получилось пробить сейчас. Дима режет угол, молодец. Классно отдал передачу на Веремичука. Не прямо бежит, ускоряется, а режет угол для того, чтобы пересечь. Как говорится, ускорение. Да, пересечь ось и пересечь ускорение. И таким образом отдать свободную передачу, а не в борьбе. И не замыкает. Дальняя штанга. Валентин у нас сейчас почему-то эту передачу. Хотя это странно. Не то слово. Не похоже на него. Сам, наверное, даже расстроился. Мне кажется, расслаблен где-то был в той ситуации. Вот именно в этот момент. Ну да, да. Далеко забрасывает. За ступ. Похоже, нога была на поле. И поэтому будет водить аут уже в той же позиции. Но сейчас уже СЛК. Валентин не дает им. Выборол, выцарапал просто таки мяч. Класс. И так же ускорился мгновенно. У нас один из Днепра лежит. И это штанга, по-моему, да. Это была не по-моему штанга. Это была штанга. Спасибо. И по-моему больше, что в серединку прям попал штанга. Просто так нежно коснулся мяч ее, что показалось, что вроде как ей... Ну и удар был. Валдокс, в первую очередь, какой-то достаточно нежный. Ну да. Скорее даже пас, я так понял. Валентина. Ну пас это вообще унижение для этого удара, но не будем на грустах. У нас небольшая пауза пока. Юрий. Да, Гера Семенко Дима у нас разыгрывает передачу на Галкина дает, обратно возвращает под партнера. По правой броке у нас Покайовый. Отличный пас на него. А это обратно возвращает Герасименко. Тут интересно сбрасывает и... Поймал на движении, да? Тут немножко неудачно для себя. Ушел, но тем не менее обработал мяч. И снова, да что ж такое, это уже становится тревожным симптомом, я бы так сказал. Конечно, столько-столько моментов там на дальней штанге. Возможно, духе мешает увеличивать статистику вермичку. Футбольные боги какие-то настроены против него, поэтому нужно... Вот как интересно сейчас обыграл Дмитрий. Поймал на движении. И это... Сочный удар. Пыром. Читается вратарем, но тем не менее результат за тем, что угловой прострел, но не получается его подправить все-таки у ворота. Поэтому будет отворот. Брасывает голкипер. Суприна сейчас нацепляется на мяч, все-таки не допускает его удары. Это угловой. Нет. Угловой, угловой, да, надо будет сейчас разыгрывать. Чмаков подает мяч. Днепр разыгрывает передача за передачей. Запутался у нас игрок. Курно, чуди, жречи посыдовали. Ну да. Тем не менее продолжает атаковать Днепр. Засадная ошибка и потеря мяча. Дмитрий сейчас помещается. Там в центре есть Покайовы. Можно себя. Да. Возвращает обратно на Галкина. Хорошую передачу отдал Галкин. И все-таки сносит. С ноги буквально. Девчатник. Саши мяч. Тем не менее у нас за спинами происходит драка. Когда два взрослых мужика бежит за молодыми. А молодые текают. Непонятно по каким причинам. Но не будем о грустном. Мы слышим просто эти крики. Душераздирающие вопли, я бы сказал. Вот сейчас можно забивать. Не получается все-таки реализовать этот момент у Днепра. Вот разыграть аут. Не дают пройти. По-моему все-таки матч. Да. У Днепра остается. Пас пяткой. Но никуда. И поэтому мяч у СЛК. Быстренько они развязываются. Увы, нет. Мяч потерян. С игроками. С игроками. С игроками. Будет наверное все-таки. А вот да. Вводить СЛК. Разыграют? Да. Разыграют. У нас СЛК продолжает. Обыгрывается классно в передаче. Дима конечно у нас набегивает немалые метры лишних от этих передач. Но тем не менее помогает команде и набирает отличную форму. Я уверен. Как-то не клеится во втором тайме у Валентина игра такое впечатление. Не знаю. Я думаю расслабился. Пауза на него плохо подействовала. Хотя и сложно его чем-то обвинять. При таком-то счете явно испытываешь недостаток мотивации. Потому что 9-3 все-таки. Иногда стоит полезно забыть об этом. Удар. Удар. Мимо. Подбирал у нас Днепрянин мяч. Умудряется сохранить его и пробить. Но зря он пробивал. Мне кажется надо продолжить сохранить. Переводить на партнера все-таки. А вот вы сейчас вводите СЛК. Они неспешно это делают. Спешить то им некуда. И беречь силы надо. Поэтому чисто по-человечески можно конечно понять в этом плане. Как классно проходит, да? Пробросил сейчас. Семенко внутри. Контролирует мяч все-таки СЛК. Даже хоть и нет. Уходит. Мяч уходит. И Днепр. Днепр не проводит мяч в игру. Можно проходить. Нет. Не пускай. Александр сейчас. У нас Днепр разыгрывает. Аут. Очередной. На правом фланге. Тяжело, тяжело. Сейчас все закрыты. И поэтому еще это не какие-то вот. Сейчас мне пришел включаться в центр игрок. Да, передача на него. Ооо. Ну какая передача, да? Хорошая передача, но дотянулся. Саша молодец, да. Отработал до конца и тем не менее смог вытащить этот мяч. Главой сейчас будет разыгрывать Днепр. Что они придумают. Стандарт всегда. Ну не совсем хорошая передача, на мой взгляд. И да, действительно. Тяжело, тяжело. Уже развить дальше атаку. Красота, красота. Мяч снова усугая. И они опять начинают свою атаку. Пока его Александр Нагерасименко. В центре у нас Веременчук. Но не решается. Давать бы, что узковато стоит оборона от Днепра. Хоть сегодня они не садают той интриги должной, да? Но тем не менее, уже сейчас какое-то сопротивление дают. Усталость пятерых игроков сказывается на матче. И возможно, поэтому так моменты уже красиво не смотрятся, как до этого смотрелись. Тяжело. Сейчас он немножко неразбериха в центре поля. Обе команды по очереди контролировали мяч. Начинает Дмитрий Галкин атаку. Но плотно его опекают. И много игроков там было. Поэтому тяжело. Не дает он себя пройти. И пойдет сам. Ну, чуть-чуть. В принципе, это фул. И, наверное... Я думаю, на самом деле, если посмотреть так по игре, то они забьют. Они раскачаются, я думаю, под конец. И уже наклепают еще гол-2. Все-таки, мне так кажется. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Я конкретно имею в виду сейчас про СЛК все-таки в первую очередь. Хотя не факт. Не факт. Днепр может реализовать пару своих моментов. Которые у него еще вполне могут быть. Да, да. Им надо сейчас зацепиться, побороться. Они молодцы. Они сейчас хорошо выстроили оборону. Да, то есть уже не так комфортно сейчас перемещаться по полю для СЛК. И вот сейчас надо выстроить атаки. Но я не вижу пока что моментов для этих атак. У меня такой пас был на голкипера от Александра. Но у меня не меч остается в СЛК. Пробивает. Ох как разыграли сейчас грамотно. И ну что такое промахивается в очередной раз. Пробивает. Дима, Дима, Дима. Конечно, у него был хороший момент для реализации. Но пробил он как-то не должным образом. Не так. Герасименко. Так. Сейчас будет у нас разыгрывать Веримычу. Валентируется. Да. Покаял в Александр. Удар штанга. Вот. Решили проверить еще эту штангу на крепости. Герасименко. Такое впечатление. Та уже была проверена ранее несколько. Ошибается. Достаточно сейчас. На Каспера сбросил. Не знаю зачем. То есть имеется в виду в никуда. Никто не открывался под этот мяч. Не поняли они друг друга иными словами. Кх-кх-кх-кх. Этот мяч приходит к Салка и они все-таки контролируют. Получается Балкин. Интересная передача, но чего-то не хватило. Наверное, правда точность. В самом финале. Высоко уже начинает приседливать Салка. Но тем не менее. Днепр оставляет ночь у себя. То есть развить свою атаку. Галкин грамотно сохранил мяч и дал передачу на Вера Мючука. И Дима Герасименко получается свою. Передачу можно пробить. Похоже, это был пас, наверное, все-таки. Пас. Но можно было пробивать. Здесь классный момент, мне кажется. Сто процентов для того, чтобы... Непр уже может атаковать. Но немножко поспешить по этому решению. Как мне показалось. Потому что было численное преимущество на их стороне. Можно было постараться раскатать. Да. Геремичев принимает мяч. Подталкивает его, в буквальном смысле слова, в спину. Сейчас Галкин сыграл на Пакайова Александра. Полотного вратаря. Был атаку, но... Фуау, и... По-моему, совершенно необязательно. В той ситуации был хо, но ладно. Да и мне кажется, просто случайным образом на самом деле свалил. Может быть. Потому что показалось, что игрок будет останавливаться. Он выстрелил ногу, а в этот момент просто игрок продолжал бежать. Не училась удержать контроль над бичем. Непр, аут будет водить за СЛК. Дина Александра. Спокойно, спокойно держит, контролирует СЛК. Ждут своего момента заслуженного, когда крутятся какие-то зоны. Но они получили... Артур у нас пробует сейчас отдать. Ну, как-то неудачным образом на самом деле. Они разыграли здесь. Да, но постарались зацепиться там за мяч, но не вышло. И, наверное, будет проходить, получил по ногам. И, похоже, болезненное столкновение сейчас это было. Да, по косточке попали Геля Семенко. Артур, как мы видим, новый игрок. А вот это... Довольно неприятно, конечно. Ну, бывает, попадает все-таки. Косточку. Ну, это не смертельно, в конце концов. Надеется, что продолжит все-таки играть. Семенко, Перемичук, Покаевый, Чумаков, Галкин. Все побыли с мячом, кроме... Временно травмированный, я бы так сказал. Потому что я думаю, что он все-таки придет в себя через какое-то время. Более-то пройдет. Продолжает держать мяч на своей половине поле, как будто приманивая игроков Днепра, но никто не идет и приходится для Чумакову выходить на половину поля соперника. Стрел... Ну, а там никого. Там никого. Такое впечатление, как на котика. Геля Семенко на беременчика, но... А тот уже сбрасывал на котика, которого, к сожалению, сегодня нет. Да. Не, классно он играет. Его, я думаю, не хватает как бы разбавить, да, вот физическую... Заморозку. 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 Дай заморозку. Потому что, по-моему-таки, внушительный... Боли испытывает, по-видимому, Герасименко. Галкин играет на Чумакова обратно. Снова Галкин хотел попытаться зафиксировать... А вот попасть на близкие от ворота СЛК, ну, очень далеко как-то забрасывает. Смотри, Депр, амел, сто процентный момент только что, чтобы как-то попробовать реализовать, да, но... Как-то уже и самим, наверное, не верят. На игра немножко утихомирилась, успокоилась, счет на самом деле такой безопасный для СЛК в этой игре. То есть максимум, я думаю, Днепр забьет гол. Я удивлен на самом деле, что Веремичук выключился из игры. Возможно, что-то не ладится у него во втором тайме, потому что как-то не пошла откровенно у него вначале игра, потом пару досадных ошибок каких-то, и он видно, построился. Ну, досадная ошибка от игрока Днепра, и можно, можно. Сейчас интересно как-то разыграть, ну, а. Не прошел передачу на Покайова, и придется сейчас возвращаться. Переходил Галкин. Покайовый один, никого нету. Ой, не совсем получилось принять сейчас у Валентина, и поэтому вторым темпом придется развивать сейчас эту атаку. Либо же может вообще вернуться на свою половину поля. А там же никого. О, Александр, к сожалению, отдал в никуда передачу сейчас. Отмещается в центр. Можно развивать дальше по флангу. Ой, не поняли, как друг друга сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Это все-таки неслаженность действий Днепра сегодня присутствует на определенной мере. Как тебе кажется? Да, да и да. Забрасывает. И можно забивать. Да, еще один гол, уже десятый. Молодец, Герасименко в этой ситуации пробил. Ну, выскочил. Почему молодец? Потому что выскочил классно, и пробил, и забил. Да. Десятый раз придется разыгрывать Днепрус-центра. Да, что там у вас? Вообще катастрофа. Мяч контролирует. Это команда сейчас развивает свою атаку. Можно отдавать, да, и нет. Не получилась удачная передача. Хотя так выглядела очень перспективно. Сейчас уже отвечает СЛК. Можно выстрелить. Гол. Обалденный гол. Хороший удар. Да, замечательный удар. Мы же комментируем сложно. Давай. Прямо выстрелил. Классный мяч забил Галкин. К сожалению, второй комментатор отлучился на важный звонок. У нас форс-мажор. IQ-трейдинг не приедет на игру. Что не может не огорчать. Не будет IQ-трейдинга. Да, сегодня на игре здесь ССК. К сожалению, вы поэтому... Поэтому я огорчился и жестко надубил. Ну, что поделаешь. Дело такое. Не понимаю, почему не предупреждать заранее. Просто потому что, с точки зрения организаторства, мне как бы эти форс-мажорные ситуации немножко старят меня. Но то такое. Кирсименко. На Галкина. Классная диагональная передача дал, по-моему, между ног, если я не ошибаюсь. Чуть-чуть не хватило точности в этой передаче, но мяч остался у ССК. Кирсименко проходит, пробился, а там что-то как-то не понял. А там снова Мельчук мог забивать по пустым воротам, но он снова выключился. Как-то, ну, по второму тайме его просто не узнать. Это фатальная потеря концентрации с его стороны просто. А возможно, травма может быть как-то не дает комфортной игре. Кто бы знает. Их же все-таки пять. Контролирует. В опасном месте этот ворот сейчас мяч из ЛК. Да, да, все-таки забрасывал на Галкина, но перехватили Днеприяне. И это слишком сильная передача, и, увы, мяч будет в аут. Хотя задумка была, читалась и была понятна, неплохая. Кирсименко дает на Мельчука. Снова ему отыграет. И забирает, как сейчас-то хорошо подкрался сзади. Сложно, сложно. Там Чумаков грамотно вышел, и, я думаю, резал уже угол определенный, да, для опасности. Чуть не потило. Под прямым углом он бежал и пробивал. Заигрывает. О, обалдеть просто. Какое-то фатальное невезение для Валентина во втором тайме. Не знаю, чем. Куда делось спокойствие, я не понимаю. Я в шоке просто. Клад на крови отказал его. В этот раз такое впечатление. Не совсем удачно разыграли аут не при Ане. И сейчас мяч приходит для сутка. Тайм-аут взберет, по-моему. Воспользуется, наверное, передышкой закона и тайм-аут второго. Отдохнут. К сожалению, нет. Только предупредили. Я так и поступаю. В Дании похожее... Снова какие-то постараются внести коррективы в ГУО. Ой, ты не знаю, тебе это объяснили. Они типа не ответственны. Посмотрим, как это у них получится. Да, я бы сразу набрал, бы вы не приезжали, не тратили деньги на транспорт и вообще. И планы, возможно, сформировали. А мне, прикинь, как это? Комментирую, потом слышу эту новость. Ну, значит, настроение падает немного, потому что я понимаю, что судьи подвожу, участители, да, то есть, ну и вообще. Там временем у нас заканчивается тайм-аут и будет продолжаться игра. Да. Отлучились. Да, профессиональный блок комментаторов. Ну, так уж много осталось времени играть, если я не ошибаюсь, где-то около 5-6 минут у нас осталось. Да, и я думаю, что матч может закончиться под таким же счетом. Ну, либо кто-то еще забьет парочку голов, я думаю, что еще хотя бы один. Наверное, мы увидим все-таки. А вот этот у нас опасно выкатился теннисный мяч на поле. Ай-яй-яй. Какой драматичный мяч? Нет. Все-таки не дает забить с такого ровного расстояния Александра. Семенка. Борются в центре, не хотят задаваться так легко, игроки Днепра. Все-таки вопрос престижа. И хотя бы для самих себя. И голы забитые всегда греют душу, так сказать, тешат. Самолюбие какое-то. Но все-таки нет. Не удается им выжать максимум из этой атаки, мячного СЛК. Я думаю, что разница где-то, Артур, как ты думаешь, 60 на 40 минимум-то в пользу СЛК по владению еще, если не больше. Да. Да, да. И это очень внушительная цифра, учитывая, что им приходится пятером всего лишь сегодня играть. Переход от мяча игрок Днепра проходит, но это все-таки, наверное, фолл. И заслуженная желтая по коему. Ну, правильно, правильно в этой ситуации поступил он. Зачем? Выхода другого не было, по сути, у него. Зачем давать шанс, на самом деле, сейчас Днепру как-то переломить какой-то, да, там, забитый мяч, может, как-то повлияет, но мы же не знаем. Да. Не получилось. Грессименко сейчас пройти, хотя вступил сам. Ну, и Днепр интересно разыгрывает. Это, по-моему, все-таки игровое столкновение все-таки было. Да, я думаю, что да. Да еще целый дач. Еще есть? Только дач. Нет, нет. Просто в пять минут меньше дали. Уже меньше пяти минут остается у нас до конца матча. И поэтому, ну, надежда на победу Днепра становится вообще призрачными. Ну, а СЛК будет, наверное, уже обороняться более плотно в это время. Как ты думаешь, АСЛО? Или они еще постараются пару голов забить? Да, зачем? Ну, то есть, нет. Конечно, они могут и пару голов забить, и как-то изменить ход событий. Но я думаю, что три минуты играть у нас формально по времени. Проход по Хаёву все-таки не от обороны будет играть. Я ошибался. Они все-таки будут дальше. Молодцы. Не нравится, как СЛК разыграют. Да. Очень эффективно. И достаточно симпатично это выглядит, на самом деле, со стороны. Особенно, когда ты смотришь вышки. Ну да, с тобой не поспоришь. Не поспоришь. Не поспоришь. А еще лучше контролирует мяч. Игорь Семенко Александра Артур встречает очень близко. Не знаю зачем. Чумаков просто воспользовался этой ситуацией. Да, разрывом этим. И просто пробежал мимо. То есть вообще даже никто не побежал его встречать. Дают назад. И нужно тут забивать в этой ситуации. Да, просто пустые ворота. Пробивал так, будто там два воротаря стояло с агрессией. И это и повлияло на концентрацию. Здесь нужно было сделать ставку на точность, наверное, все-таки, а не на силу. Тролирует мяч. Интересно так. Подбросит сейчас чуваков. И быстренько, получается, Агрессименко. Попьев, наверное, не отдает передачу. Ну тут уже невозможно было. Промахнулся и Валентин... Замыкает. Валентин забивает. Счет становится 12-3. В пользу Днебра. Молодец. Второй подряд с огромным счетом заканчивается матч. Второй подряд разгром от СЛК. Это просто становится уже какой-то прям тенденцией, что ли? Артур, как ты думаешь? Или, может, они еще не встречали на своем пути по-настоящему достойных соперников, кроме Бразобро? Даже не знаю, что сказать. Я думаю, что... Будет очень сильный матч с Спартаком. И очень интересный матч с Альянсом. Посмотрим, чем это все закончится, конечно. Видимо, что классно ускорился. Но вратарь здесь грамотно, грамотно, можно сказать, демотивировал в этой ситуации. Да, и доставил, как говорится, уже не делать тех ускорений. Вот у нас звучит финальный свисток. Счет у нас, напомним, с 12-3 в пользу СЛК. Альянсом. Альянсом. Альянс. aram.